В конце февраля администрация города Вологды провела публичный отчет о своей деятельности под лозунгом «Мы в Алакжане, мы на экзамене». К сожалению, экзамен почему-то начался с формы зачета. А в целом результаты развития разных сфер городской жизни мы подведем прямо сейчас в форме экзамена. Оценка у нас сегодня – зачет или не зачет. Это, конечно, удивительно, ведь вопрос у администрации возникает сразу с понятийным аппаратом, потому что любой студент знает, что зачет – это лишь промежуточные итоги. И также у нас возник вопрос вообще к приемной комиссии. Она, например, считает, что администрация города Вологды отлично справлялась со своей деятельностью. На взгляд меня, как председателя комиссии, наверное, коллеги мои согласятся, все ответы профильных департаментов и управлений были исчерпывающие. Видно, что руководители понимают те задачи, которые перед ними ставятся. Самое главное – они понимают проблемы, которые есть в их отраслях и видят на перспективу, как они вопросы будут решать. Поэтому, Сергей Александрович, вам и вашей команде спасибо за работу и надеемся, что дальше будет больше. И мне очень интересно, где живет, например, Максим Выдров и члены приемной комиссии, если в Вологде, как мы считаем, например, очень много вопросов к администрации. Например, когда они отчитываются о ремонтах, которые были произведены в прошлом году. Вот Красный мост уже разваливается, Фрезиновский парк вот-вот оттает и развалится, и мы знаем, как его делали еще в ноябре. Дороги, уборка снега просто отвратительная, и все заявляют свои проблемы ООО «Магистраль». При этом ООО «Магистраль» получает дополнительные десятки миллионов за свою работу. Застройки ведется в городе по принципу каменных джунглей. То здесь, то там возникают точечные застройки или целые микрорайоны строятся со страшнейшей плотностью. В городе абсолютно отсутствуют площадки для выгулов собак, от слова совсем. В городе Вологде, прямо на ее территории, в единственной областной столице в России, действует свалка, и не прекращается ее работа вот уже много лет. Сам мэр города заявляет об отсутствии в Вологде более 300 педагогов, работников детских садов и школ. В городе не хватает врачей и медсестер в поликлиниках и больницах, а уничтожение культурного наследия происходило весь этот год. Уничтожен труд Чернышевского 14А, Чернышевского 2 и еще много других объектов. В городе постоянно уничтожаются зеленые зоны и парки, а сейчас продолжается уничтожение уникальной Вологодской набережной, против которой активно протестуют волокжане. В городе голосований людей абсолютно не учитывается. Одна история с ледовой ареной на Конево показала, что администрация города Вологды абсолютно плюет на мнение людей. Земли в городе раздаются направо и налево. Город легко выдает сервитуты любому застройщику или, например, хочет пихнуть девятиэтажку прямо рядом на Герцена с золотым ключиком и стадионом Динамо. Публичные слушания в городе проходят с ОМОНом, на них просто не пускают людей. И это только то, что я заметил за последнее время. Я думаю, у многих в Вологжан найдутся и дополнительные вопросы к администрации, которые они хотели бы задать. И я считаю, что мы можем провести администрации настоящий экзамен с выставлением оценок. Я предлагаю вам проголосовать оценками от одного до пяти. И если кто-то считает, что администрация поработала на отлично, то поставьте ей пять. Если кто-то считает, что они наработали только на кол, поставьте именно кол. Ну или неут, если вы считаете, что администрация делала хоть что-то полезное. И вот если вы поставите свои оценки о голосовании либо в описании к видео, либо прямо в нем, то я прошу вас дополнительно запомнить еще один важный момент. Для того, чтобы выставить администрации настоящую оценку, можно публично собраться 16 марта в 14 часов в Вологодском гайдпарке. И именно там дать оценку работе администрации так, как вы считаете нужным. Хорошо. А как нам тогда определить победителя? Приходите обязательно в Вологодский гайдпарк 16 марта в 14 часов. Митинг мы требуем.